Итак, начинаем снова. Здравствуйте, дорогие друзья, я рад вас приветствовать. Не могу показать сейчас себя, я нахожусь в аэропорту Шереметьево, здесь вокруг народ снует. Вы извините, если будут лишние звуки. Они уже сейчас до вас, видимо, доносятся, но не важно. Главное, донести до вас информацию, которую, если удастся, сегодня изложит, или, вернее, скажем так, с экрана покажет Алексей Дьяков. На нашей площадке Мирополиса. Сразу перехожу к новостям, поскольку, как видите, здесь вебинар голосит организация адресных проектов. Ответы на вопросы сегодня не будет, потому что не подготовлено, их много накопилось, будет отдельная заставка. Скорее всего, не удастся и в следующий раз, потому что в это время я буду лететь в неделю. Но ничего, что-нибудь придумаем. Итак, по Сан-Бернардино. Первый адресный проект. Один из адресных проектов теперь уже. По нему утрясли самую первую базу, с чего все-таки начинать. Кроме, вы же понимаете, что адресный проект это не только трасса, а это весь комплекс. И трасса будет... Пришли к такому выводу с партнерами, которые инициировали проект Сан-Бернардино, наши партнеры из Венгрии. Что пришли к единому выводу, что здание анкерной опоры, или анкерная опора будет основанием здания, в котором будет 4 этажа, гостиница и так называемый конференц-центр европейского стандарта. Теперь станция будет просквозная по вертикали, то есть не по вертикали, а снизу горы вверх и вдоль горы. Почему, потом будет известно. И вот то, что в этом здании будет уже так называемый конгресс-центр и гостиница, то это уже большое движение вперед. Идея разрабатывается, о ней больше, чем я вам сейчас сказал, говорить не имею права. Подготавливаются документы юридические, чтобы организовать финансирование проекта, о котором вы тоже узнаете, когда она будет разработана и будет получено от GTI, получено разрешение. И таким образом будет осуществляться финансирование. Договорились о том, что наши партнеры не против, что первую волну инвестиций в этот проект получат инвесторы, которые уже поддерживают, длительное время поддерживают, и сейчас поддерживают строительство экотехнопарка. Ну и являются одним словом первыми инвесторами в технологии. Но об этом подробно позже. Далее, значит, что касается Сан-Бернардина, в ближайшее время будет договор и завершен, вернее, договор, согласован с GTI и организована компания, совместное предприятие в Швейцарии. Больше подробностей не имею права говорить. Второе, по Таллинскому проекту идет согласование, доработки, уточнение. Пока мы там ведем переговоры, как раз по трассе, которую мы там разработали, городские власти ее сдали под строительство. Ну, скажем, вернее, направление-то получили от нас, а использовали его для того, чтобы по этой же самой трассе проложить трамвайную линию из морского порта в центр города и соединить ее существующие. Но для нас это не столько минусов, сколько плюсов. Вот, скорее всего, удастся хорошо привязаться к тем сервитутам, которые, как бы, существуют, будут предложены для трамвайной линии. Как прокладывать нашу трассу, это уже вопрос технический. Поэтому, когда мы окончательно утрясем все, будем исходные условия давать нашему конструкторскому бюро и получим, когда подготовительно проработаем, тогда получим ответы, как мы дальше будем с этим проектом идти. Но, поскольку есть еще альтернативные пилотные моменты в Таллине, то с этим тоже сейчас нам работают. Теперь Вьетнам. По Вьетнаму я как раз нахожусь в аэропорту Шереметьево, жду вьетнамского рейса. Я лечу через Москву. Партнер наш, мой коллега, мой коллега Франтишек Солар, он летит из Вены через Стамбул. Мы с ним встретимся завтра утром в Ханое. Вот. Таким образом, по вьетнамскому проекту там будет конференция, семинар-конференция университетская, университет Вьетнамский университет транспорта и коммуникаций, где выступит Кирилл Бадулин из ЗАО «Скровные технологии». С основным докладом расскажет об нашей технологии Skyway, о перспективах. Очень интересный доклад, надеюсь, будет, потому что мы его обсуждали. И даже у меня слюньки потекли, такая информация будет, значит, доложена для институтских товарищей в Вьетнаме. Там товарищи не господа, потому что там социалистическое государство. Теперь, что мы там еще будем делать? Это не самое главное. В основном мы будем договариваться и обсуждать, как дальше идти с пилотным проектом. Потому что фактически он одобрен Министерством культуры, потому что этот проект будет на территории Национального парка 54, как я вам уже говорил. И, вероятно, все-таки он пойдет с этим, пойдем дальше. Там есть вопросы финансирования, мы их обсудим. И там целый ряд других вопросов подписания, подготовки документов, потому что в начале декабря тогда будет снова следующий визит. Для этого нам и вьетнамские товарищи организовали визы, уже не разовые, а визы до конца года. Теперь с Вьетнамом, как только там будет что-то известно, интересно, вы сразу об этом узнаете в чате. Я обещаю, что я буду больше приходить в чат. Просто физически, друзья, не было для этого времени. Теперь, что будет дальше происходить. Смотрите, значит, Вьетнам, Москва. По московскому проекту работы идут в нескольких направлениях. Наша задача, как их определил Анатолий Двардович, это задача работать с радиальными проектами. И по одному из таких проектов, четвертого мы вылетаем, а пятого только вернусь из Вьетнама, мы с Сергеем Едигаровым из Сталина и с Марком Масловым и с Владиславом Волковым будем в Москве смотреть и обсуждать радиальную трассу в аэропорт Шереметьево. Извиняюсь, во Внуково, с конечной станции метро. Пока с какой, я не имею права это говорить вам. Но знаю, второй конец, могу сказать, что это Внуково. И скорее всего он соединится с той радиальной трассой, которую прокладывается по другому проекту, делает главная компания и там другие товарищи. Столько по Москве. Теперь по Нигерии. По Нигерии, куда мы улетаем, только возвращаемся 1 ноября. 7 ноября улетаем в Нигерию. Там будет 8 числа конференция нигерийская. И близлежащих стран готовится очень мощно. Там находится наш партнер сейчас из Кристиан Ванден Вайвер. Он это готовит вместе с Самсоном Рагунда Дадом. И планируется достаточно много участников. Там уже расчет идет на тысячи. Но не это самое главное. Самое главное то, что вчера, когда я получал визу в Брюссельском посольстве Нигерии, то процесс пошел. И сегодня уже поступила информация утром, что будет целая серия встреч с предпринимателями, которые заинтересованы в инициации адресных проектов. Договорились, что будут подготовиться будут. И сейчас расскажу, почему будет подготовительный период. Готовиться будут два направления или два типа транспортных трасс. Одна будет пассажирская, небольшая. И вторая будет грузовая, контейнерная именно. Уточнять не буду, потому что там будет обсуждаться. Почему подготовительный этап? Потому что Нигерия, как и всякая капиталистическая страна, или, вернее, идущая по пути к капиталистическому развитию, имеет многопартийность, причем клановость. Там очень, это федеральное государство, там очень много так называемых штатов или областей. Там не все однозначно, еще более сложно, чем в Индии. А выборы у них, конец марта, начало апреля, там где как. Вот, этот период обозначен. И поэтому придется там и это учитывать на подготовительном этапе. И мы его обозначили как подготовитель, то есть подготовка инициации и финансирование этого проекта. Вот. Детали будем осуждать на месте. Так что нигерийское направление тоже идет. Пришла хорошая новость из Тбилиси, где мы только что-то неделю, больше недели назад были. Вот. Там уже сегодня можно сказать, что готовится визит мэра Тбилиси и Рустави, двух городов мэры. Значит, прошла встреча. Они сами там встречались с нашими товарищами, которые, или с господами, которые там инициируют этот проект вместе с ними. И решено до конца года еще организовать визит мэров этих двух городов в Минск, в наше производство они хотели в первую очередь посмотреть, и в Экотехнопарк. Ну и для того, чтобы уже там обсудить, как идти дальше с этим проектом. Первоначально смотрятся проекты Тбилиси и Рустави, и возник вопрос в том, что хотели этот проект тянуть саму Рустави, но мэр Тбилиси сказал, нет, дорогие друзья, будем делать всем миром. И первая пилотная трасса будет начинаться с Тбилиси, в ту сторону идти. Вот. И сейчас будет выбираться именно участок, откуда это будет запускаться. Я деталей сейчас пока не имею права говорить. Аргентина. По Аргентине идет согласование договора, есть партнерская компания консалтинговая, которая говорил, мы с ними сейчас, ну, как бы так, утрясаем, они хотят там быть нашими ключевыми партнерами, мы против этого сильно ничего не имеем, но имеем что-то против деталей. Поэтому мы как раз вот, чтобы нас сами встретиться вместе с Франтишеком Солором, который является как бы инициатором с той стороны, или вернее этого направления, а не с той стороны, мы с ним должны там целый ряд вопросов подготовить и обсудить на нашем правлении. После этого, потому что мы являемся здесь, значит, как бы закоперщиками. При этом сейчас рассказываем об адресных проектах, хочу вас порадовать, что принято решение и сделаны предложения товарищам нашим, партнерам, коллегам, инвесторам. Образован отдел инициации подготовки адресных проектов, о котором я вам говорил, если вы помните. То есть в данном случае идет речь, смотрите, идет так называемые несколько компаний. Центр народного финансирования адресных проектов и развития Skyway. Вот об этом идет речь. И сейчас отдел именно, просто образован в этом центре отдел, предложено им руководить Владиславу Волкову и назначены, или вернее, скажем так, договора еще не подписаны ни с кем, но договоренности есть с несколькими людьми. По проектам, о которых я уже говорил, будут подписаны договоры, тогда вы об этом узнаете. Поскольку уже не справиться ни с чем, нужны уже администраторы адресных проектов, с которыми мы работаем дальше по этим проектам. Теперь, что касается Аргентины, я вам сказал, Санкт-Петербург, Владислав Волков и коллеги работают с этим направлением. Очень интересно, заинтересовался им и уже Анатолий Эдуардович, с ним беседа была, и поэтому идет процесс дальше. Процесс идет дальше, это там очень интересная трасса, Ленинградская область заинтересована в этом, и как только проект обрисуется, мы будем иметь право, когда его нам дадут партнеры там, даже не буду говорить кто, на очень высоком уровне, о ней тоже будет сказано. Ведутся подготовки в Бельгии, хорошие новости поступили и поступают, идет подготовка в США, вот как только будет. То есть вы видите, дорогие друзья, там масса проектов. Это не значит, что мы завтра начнем строить. Мне в Бельгии вчера задали вопрос, а вот скажите все-таки вот так вот, положа руку на сердце, когда начнется строительство? Я тогда спросил, что вы имеете в виду под строительством? Это то, когда мы начнем проектировать, или то, когда мы лопату или черпак бульдозер под первую сваю где-то в объем? Они сказали, конечно, когда бульдозер под первую сваю. Я сказал, вы знаете, почти по всем проектам, о которых мы с вами говорим, вы можете считать, это где-то 6-12 месяцев с того момента, когда мы подписали договор. Они сказали, ооо, но тем не менее, сказали, это хорошая информация, и это уже тоже обнадеживает. Ибо каждый день, который проходит дальше, он на один день сокращает тот период, когда мы уже работаем с проектом. Поэтому все равно это надо делать, это такая кропотливая и незаметная работа, но вы видите, что в этом направлении работа идет, и это очень важно. И мы все больше и больше понимаем, что становится необходимым использование базового или привлечение базового модуля. Базовый модуль разработан, но нет еще пока, он не утвержден правлением, не потому что, скажем, просто его надо еще как бы обсудить и правильно принять решение. В чем правильно принять решение? Решение принять правильно в первую очередь в том, как создать или каким станет пакет. Потому что базовое обучение базового модуля будет связано одновременно с инвестицией. Человек обретает базовый модуль обучения и становится определенной долей инвестором, и часть инвестиций идет на образование. Вот сейчас согласуется вот эта часть. Базовый модуль, в принципе, готов. И даже есть подготовлены программы, которые там будут. Как только он будет завершен, вы сразу эту информацию получите в интернете, и будет это в кабинете. И это очень важно. Теперь базовый модуль. Это я еще раз повторю. Ах, нет его у меня здесь на этой картинке. Но ничего страшного, вы уже помните. Базовый модуль это так называемые базовые компетенции, базовые знания самой технологии, об общении и о том, как потом можно выйти на адресные проекты, как можно выйти на строительство команды, в сети своих, как бы своего предприятия, сетевого, или не сетевого, скажем, а инвестиционного бизнеса с использованием командной базы и некоторых методов сетевого маркетинга. Четыре направления будут, но чтобы в них попасть, нужно будет пройти базовый модуль. Да и вообще для общего образования это будет неплохо. Так, теперь в завершение я хотел бы вам пару слов сказать про тринадцатый этап. Тринадцатый этап будет. Когда он будет? Скорее всего, будет после того, как я так думаю. Это просто вот мое логическое мышление. После того, как будет проведена первая фаза выкупа, ну как бы выкупа акций или доли, как их там называйте, как хотите, и направление их, как бы вот средств, или вернее этих акций, которые будут выкуплены, будут направлены снова в использование как залог. То есть один залог выкупаем, то есть залоговые акции выкупаются, кто там по условиям, которые будут озвучены, вот, поскольку они же не уничтожаются, эти залоговые акции, они поступают снова в фонд, вот, в акционерный фонд, или вернее в реестр свободных акций, и можно будет вот другие инвестиции снова впустить, как бы, в использование. Или же они будут отставлены, это дело техники, сейчас юрист там уточняет, но я думаю, что правильнее будет так, что они будут поставлены как свободными акциями обозначены, а инвестиции пойдут. Но надо понимать, что это, знаете, как сосуд с водой, то есть как только туда поступило, там, 4 черпака воды дополнительно, это значит, что у нас общий объем увеличился, то есть из этого общего объема можно, значит, использовать что-то другое, 4 черпака еще, и отдать их тогда следующему тому, кто на данном этапе инвестирует. Хотя кто-то, может быть, вернул, кто инвестировал, допустим, на втором или на первом этапе. Понятно, да? То есть с этим вот такая вот история, это с 13 этапом. А я его связываю, именно еще раз повторю, связываю с тем, что с выкупом должно быть ясно. Причем хочу вас обрадовать, дорогие друзья, что чувствуется сегодня, но об этом объявит Анатолий Эдуардович, видимо, сам, как это будет. Но вот мое такое вот видение, что у нас появится еще возможность проинвестировать и гиперскоростную трассу, если там никаких других договоренностей с арабами не будет, потому что, скорее всего, это выгодно, это Анатолий Эдуардович высказывал свое мнение, но это пока мнения, решений нет, вот, что дополнительно к скоростной еще будет гиперскоростная, как бы, ну, вот, возможность нам всю или же частично там эти инвестиции проинвестировать, и она тоже будет частью технологии Экотехнопарка, в которую мы инвестируем уже вот который год, начиная с 2014 или с конца 2000, нет, все-таки с начала 2014, будем считать так. Таким образом, дорогие друзья, я в течение 20 минут уже излагал вам то, что я знаю, я надеюсь, что это такая, ну, как бы, оперативная информация. Процесс идет, очень важно, сейчас мы перешли, я уже давно говорил, перешли в фазу именно подготовки и обеспечения адресных проектов, потому что, например, когда мы вчера с посольством Нигерии беседовали, то для, значит, консула было большим, ну, как бы, откровением, что он говорил, я думал, что вы только инвестициями, мы говорим, нет, мы именно занимаемся и подготовкой адресных проектов для того, чтобы то, что выдается в залог под этой инвестицией, бы приносило дивиденды. Я говорю, вы смотрите, как вы комплексно подходите, а когда мы рассказали о том, что, ну, а как с производством, у нас же там не все с производством как следует, а мы говорим, что, вы знаете, мы работаем с предприятиями, которые имеют, ну, европейские, мировые стандарты по металлоконструкциям, по машиностроению и так далее. И они готовы ехать на место специальными бригадами, там организовывать, скажем, так называемые передвижные производства и так далее. Я говорю, о, тогда вы на правильном пути, говорите, поэтому, и после этого он тоже собирался очень быстро в Минск съездить, при возможности, конечно, но такое вот желание высказал. И после этого я так чувствую, и процесс там сразу было сообщено в неделю, и сегодня утром именно Кристиан Ван Ден Вайвер сообщил уже нашим коллегам, что у него будут встречи на этой неделе, нет, в течение недели будут встречи с бизнесменами в Нигерии, которые, ну, как бы не только бизнесмены, а и деятели, которые имеют связи с адресными, ну, как бы, вернее, имеют идеи по адресным, по инициации адресных проектов. Таким образом, дорогие друзья, я рад был с вами пообщаться, к сожалению, мое время кончается. Вот, тут я вижу на табло, что мне надо собирать быстро свои манатки и идти в свой терминал. Сижу я в терминале F, а надо идти в терминал D. Я не в самом, я в Ландже, это такое есть место хорошее, где можно с вами было немножко так вот спокойно побеседовать. Благодарю вас за внимание, желаю вам всего доброго, строй, сковей, спасай планету, во-первых. Во-вторых, берегите себя, своих близких и мудро ведите свой образ жизни. И самое главное, мудро инвестируйте и создавайте свой пакет, инвестиционный пакет, свой портфель инвестиций. И будет всем нам добро. Всего доброго. До встречи.